Всем привет! Моя специализация строительный надзор. А это означает, что огромное количество времени я провожу на объектах и общаюсь с ремонтниками. За последние пару лет я начал замечать устойчивую тенденцию, направленную на тотальное снижение стоимости работ по ремонту квартир у самостоятельных мастеров. Это те мастера, которые работают сами от себя. Еще несколько лет тому назад работа ремонтников ценилась выше. Ребят уважали, достойно платили и ждали, пока не закончат ремонт, чтобы пригласить к себе. А сейчас? Сейчас время мастеров мало кто ценит или уважает. Люди стали озлобленные, озабоченные, непонятно чем и алчные. Заказчики забывают о том, что мастер каждый день используют свои знания. Применяют свой опыт, где-то наносят вред своему здоровью, вдыхая всякую гадость на объекте, не говоря про колени. Облицовщики поймут. Недавно мне довелось общаться с одним мастером-плиточником. Делает достойно. Опыт. 24 года. Знаю его давно и удивился тому, что оказался он в комплексной бригаде. Хотя всегда работал один, потому как был востребован. И насколько я помню, очередь к нему была очень даже немаленькая. Так вот, на мой закономерный вопрос и удивление он ответил. А кому сейчас нужна качественная работа? Клиенты закупают огняную плитку, просят применять самые недорогие материалы. Им не нужно отлично, им нужно нормально, чтобы их устроило. Требования к качеству работы материалов рухнули, да нельзя. А раз требования упали, то появилось огромное количество плиточников с сайтов объявлений, которые эту самую, в кавычках, нормальную работу сделают за, в кавычках, 5 копеек. Нет, говорит он. Конечно, у меня есть заказы на стороне. Как правило, от старых клиентов или по рекомендациям. Но таких заказчиков мало. Я, говорит, не сразу смог себя перебороть, чтобы работать на том уровне, на котором я сейчас работаю на дядю. По сути, это не работа, это пародия. Но таковы требования заказчиков. За качество они платить не хотят и не готовы. Им бы подешевле. Из разряда лишь бы было. Признаться, мне не особо знакома такая сторона ремонтного рынка. Потому что даже этот объект, на котором я общался со знакомым плиточником, хозяин квартиры считает элитным. Но это только в его понимании. На самом деле это далеко не так. Может быть, понятие элитарности изменилось, или я что-то пропустил? Потому как возникает вопрос, а меня-то зачем пригласили, коли требования заказчика не столь высоки? Надо сказать, что этот разговор заставил меня задуматься. И вот что я хочу сказать. Парни, если вы высококлассные специалисты, с большим опытом, может быть, не стоит позволять себе работать за копейки? Я понимаю, что время сейчас такое. У многих заказчиков не хватает денег, да и материалы дорожают, как на дрожжах. Идя навстречу пожеланиям клиента, вы, безусловно, делаете верный шаг. Но! Этот шаг должен учитывать и ваши интересы. Я все понимаю. Сделав раз или два такой ход, вы сами отпилите сук, на котором сидите. Потому что вы своими действиями роняете цены. Заказчики сразу смекнут, что можно нанять мастера, а не его подобие за те же деньги. Что заказчик платит подобию. И все. Больше ценник за ваши услуги никогда не вернется на прошлые позиции. Получается так, что вы ставите себя на один уровень с дилетантами, бракоделами и прочими рукопопыми специалистами. Неужели вы себя так не цените? Понимаю, что принципы и желания – это, конечно, важно. И понимаю, что кушать хочется всегда, и ипотека давит, и кредит на авто висит. Но! Подписываясь на работу за три копейки, вы не думаете, что завтра... Вы будете вынуждены работать за две копейки, а послезавтра – за одну. Что скажете? Ведь не ваша вина, что у клиента ограниченный бюджет, и не ваша вина, что ценники в строительных магазинах такие, какие они есть. Конечно, решать вам. Я только высказал свою точку зрения. На этом у меня все. Спасибо за ваше время. Если у вас имеется что сказать на эту тему, добро пожаловать в комментарии. Всего вам хорошего, удачи и легких вам ремонтов. По вопросу, поднятому в этом ролике, оставляйте его в комментариях. Желаю всем здоровья, удачи и легких ремонтов. Субтитры сделал DimaTorzok